Конечно же, коллеги, я не могу не привести вам пример выгод от использования такого механизма, такого инструмента, точного, профессионального, выверенного и достаточно сложного по исполнению, как форензика. Во-первых, конечно, происходит с помощью служебного форензик-расследования выявление фактов растрата, хищений, мошенничества и нарушений. Ну, я думаю, что вы, конечно же, и без меня понимаете, что если вы это выявили, то вы закрыли брешь в корабле вашего бизнеса, в который вытекает ваше, например, богатство. Значит, резкое снижение потерь бизнеса происходит в результате применения форензик-расследования и результативной работы. Квалифицированное расследование ситуации происходит, связанных с внутренним корпоративным мошенничеством. Здесь вы получаете набор информации, документов, доказательств, персон, которые с наибольшей степенью вероятности, с имеющимися доказательствами в рамках форензик-расследования, имеют к этому причастность. Формирование доказательной базы для привлечения внутрикорпоративных мошенников к ответственности. Здесь важный момент подчеркнул, что форензик, допустим, используется часто, если директор подозревается в хищениях, а собственник хочет его проверить, выявить. Но не хочется, например, портить отношения или, например, есть какие-то внутренние подозрения, но, допустим, сотрудники или подчиненные этого директора явно не будут заинтересованы в объективности проведения такого внутреннего служебного расследования. Здесь внешние специалисты, они независимо и профессионально проведут необходимые действия по сбору доказательств, выяснению обстоятельств и анализу сведений. Сокращение затрат и одновременно предотвращение возникновения неожиданных ситуаций в будущем. Ну, если вы выявили, конечно, ущерб. Защита материальной и интеллектуальной собственности компании происходит. Вы сейчас уже знаете, что огромная ценность является, огромная ценность представляет себя интеллектуальные ресурсы. Те методы, те методики, те ноу-хау, которые вы для себя сформировали, придумали, приобрели и используете в ежедневном бизнесе. Если нанести брешь и украсть вот эти ноу-хау, то бизнес очень серьезно потеряет. Получение конкурентного преимущества на новых развивающихся рынках, конечно, речь идет о очень серьезной конкурентной борьбе. И здесь те, кто производит форензик расследования, они знают, какие нужно бреши обязательно закрыть. И комплайн-специалисты вам помогут вот эти места, узкие места, которые могут привести к пробоинам от конкурентов, закрыть надежно. Снижение риска правового и нормативного характера происходит при этом, ну, естественно, в результате расследований, в результате взаимодействия комплайнса и форензик расследования, риски, которые выявляются, они, дальше с ними происходит работа по анализу, по формированию надежной защиты от этих рисков. Защита престижа бренда и личной репутации высшего руководства и совета директоров. Укрепление системы внутреннего контроля за активами компаний и повышение уровня корпоративной культуры и деловой этики всей компании. Так, Дмитрий задает вопрос, как заставить выявленного воришку или коррупционера быстро возместить ущерб. Оставлять ли такого на работе, потому что он и сам может смыться? Да, здесь, Дмитрий, очень по существу вопрос задан. Скажу, что сценариев после того, как выявились правонарушения, они закреплены доказательством, есть с большей вероятностью понимания, кто вот этот, что называется, воришка. Конечно, здесь есть ряд действий, которые администрация компании должна совершить. Ну, прежде всего, это направление материалов в прохладные органы. Но я так понимаю, что вы задаете вопрос о том, что этот человек, возможно, может пойти на взаимодействие с, например, в результате этого расследования и возместить ущерб. Конечно, это результат аргументации и аргументационных бесед, предъявления соответствующих доказательств. Но, опять же, я прошу, уважаемые коллеги, иметь в виду, что не заменяйте, пожалуйста, с собой суд, не заменяйте, пожалуйста, с собой органы правоохранительные, следственный комитет, МВД и прокуратуру. Поскольку, действительно, вот эти деяния, связанные с хищением, мошенничеством, растратами, они у нас регламентированы в уголовном кодексе. И здесь возможный вариант смягчения наказаний будет, если, допустим, выявленный нарушитель, вина которого доказана уже на предварительном следствии, захочет возместить ущерб, пойти на взаимодействие с следствием. И, соответственно, тогда в этом случае к нему будут применены меньшие санкции с учетом смягчающих обстоятельств. Кейс, который я бы хотел вам, или даже несколько кейсов привести, я думаю, что вы, значит, и сами могли с этим встречаться. Посмотрите, пожалуйста, представительские затраты. Менеджер, получив определенные деньги, идет, встречается с важным клиентом в шикарный ресторан. Значит, они там очень хорошо отобедали, может быть, даже договорились о следующей встрече. Ну, а платил вот этот вот шикарный клиент. А менеджер взял чек и представил на работе у себя, что это он платил, например, и потратил свои представительские деньги. Достаточно распространенный случай. Ну, и таким образом менеджер смог присвоить себе деньги, которые ему выделены для работы. Он создает условия для того, чтобы он с другим клиентом пошел в ресторан, так же поступает. Но в данном случае очень важным является тот факт, что предприятие от этого не приобретает, оно теряет. Методы минимизации. Ну, то, что можно сходу порекомендовать, это оплата представительских с помощью корпоративной карты. Вы знаете, что такие карты уже есть, и компании практикуют это. Поэтому здесь с корпоративной карты идет, например, расход за представительские, соответствующее подтверждение этому есть. Дальше, в одном из производств, в кейс номер 2, коммерческий директор регулярно завышал объемы реализации продукции. Он подделывал документы в учетной базе и подделывал объемы реализованной продукции. Поскольку KPI строился на том, сколько продукции продашь, так и премию тебе получат, тебе выдадут, то он жил и не тужил, вот таким образом нарушая законодательство и внутренние правила. Далее данная продукция возвращалась или ее вообще не было, но бонусы были начислены и уплачены. После того, как эта схема вскрылась, менеджер, конечно же, написал заявление на увольнение, но частично возместил эти средства. Методы контроля, методы минимизации вот такого риска – это регулярные сверки объемов поставленной продукции с контрагентами во избежание фейковых продаж. Обратная связь, уважаемые дамы и господа, обратная связь от клиентов большое значение имеет. Спасибо, кстати, вам за ваши вопросы и за обратную связь. Дорогие друзья, сейчас в наши времена обучение, повышение уровня знаний – это один из путей эффективного использования своего потенциала. Пожалуйста, обращайтесь по нашим ссылкам, можете переходить по QR-коду для получения большей информации, для возможности сейчас вступить в группу обучения, которая будет у нас в ближайшее время. Я очень благодарен, что сегодня у нас был достаточно активный вебинар, и вы участвовали своими вопросами. Надеюсь, что для себя вы главное поняли, и теперь можете применять это, выходить с инициативой не только для своих руководителей, но и сами как менеджеры, руководители использовать этот инструмент. Я вам желаю всем здоровья, будьте комплайнс, будьте всегда в трендах новых комплайнс направлений, и призываю вас сотрудничать и быть в это время очень равновешенными, взвешенными, и с точки зрения этики подкованными, и распространять культуру комплайнс ваших предприятий. До новых встреч, благодарю вас, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok